Здесь. Давайте посмотрим композиционно, что мы имеем. Мы имеем круговой градиент, который распространяется у нас по кругу и закручивает под себя всю композицию. В этой композиции у нас есть объекты, которые кружатся тоже по кругу, как бы закручиваясь. Девушки, которые своими волосами, своей головой эту окружность подчеркивают, продолжают и заканчивают у нас к заголовку. То есть с этой стороны эта девушка, с другой стороны эта девушка. Для себя и в подарок. То есть я сама блондинка и подружка у меня тёмненькая. Или наоборот я тёмненькая и подружка беленькая. Вот тут уже кому как. И таким образом мы здесь всё это подсветили. Плюс поскольку на первой странице у нас есть 12 оттенков, то мы ещё 12 тут добавили. Значит что у нас с этими текстами? С текстами мы здесь выставили их по центру, по центру композиции. Поскольку они у нас несут главную информацию, то и пусть они у нас будут главными лицами. Ну вот в принципе и вся тут задумка-то собственно говоря. Поэтому они уравновесились по линии. Шарики прилетели, динамику нам дали, нарисовали линию. На этой линии встал цвет. Вот это всё понятно. Здесь что? Здесь что? Здесь, поскольку это тени, нашли девочку с глазом, с макияжем. Вырезали её. Вырезали её. И поскольку у нас динамика здесь композиции идёт по диагонали, диагональная, то мы написали здесь буквы тоже по этой же самой диагонали. То есть поддержали весь этот буклет. И осталось нам только сделать здесь центральную часть. Центральная часть, сейчас будем думать, что с ней делать. А вы пока можете наработать над композицией, искать себе девушку с макияжем. Продолжая вот эту. Здесь как мы сделали? Я взял вот эти, скопировал шарики, скопировал вот эти вот прямоугольники. Прямоугольники. И, соответственно, сюда их перекопировал. Владимир, а вы у нас эту работу на оценку будете принимать? Да. Ну как же, зачем тогда мы её делаем? Конечно, будут. Вот. Может сегодня, может не, сегодня, не успеете, не торопитесь аккуратно, делайте красиво. А вот это вот уже зензулина такая у палетки. Ну, треугольник. Он такой должен быть обязательно, вот как у вас? Какой треугольник? Ну вот. Двенадцать? Логотип такой какой-то. Двенадцать? Треугольничком нет. Вот где глаз, под ним треугольник вырисовали. Какой треугольник? Ну, логотип такой или что ли это? Что это такое? Под тенями, под палеткой теней справа. Вот это? Да. Это такая штука должна быть у всех? Это двенадцать. А, это двенадцать. Господи, я понять не могу, думаю, что это такое. Понятно. Двенадцать оттенков. У нас же вот здесь написано двенадцать популярных оттенков. И мы эту циферку сюда перенесли и сюда. Но здесь она по-другому немножко, потому что в другую сторону мы же не можем её наоборот отразить. Зеркально. Поэтому мы её стилизовали под двенадцать. А я не так сделала. Можно я вам покажу? Покажите. Я просто не поняла сначала, что это у вас. Вот так можно поставить? Можно. Ну, ладно. Но только здесь у вас, смотрите, как всё. Вот у нас оно всё идёт в перспективу. И вот это, и вот это. А у вас оно как-то идёт не в перспективу, как-то ломается. Слишком крупно вот эта тень для век. И оно не вмещается в эту линию, слишком жирно. Посмотрите. В смысле, чтобы оно было по диагонали, как будто, чтобы стояло? Да нет, пусть оно так будет, но поменьше сделать шрифт хотя бы, чтобы воздух ему был. Он сильно жирный сейчас. Этот шрифт именно? Да, именно. Не нравится? Ну, ладно. Нехорошо он там смотрится. А вот эту штуку можно оставить такую? А эту можно, да. Хорошо. То есть ещё раз повторяю, что по композиции у нас здесь? Поделитесь своим экраном, пожалуйста. Ещё раз, значит, ну здесь понятно, что у нас девушки продолжили эту композицию круговую, закрутились, и мы видим, что заголовок, заголовок, он поддерживается вот этой вот круговыми движениями. И у нас всё зациклилось вокруг надписей, и надписи в центре у нас работают так, как надо. Всё. По оттенкам вот этих вот мы сделали шарики, и, соответственно, шрифт тоже этого же оттенка у каждого шарика, который есть, мы здесь его написали. Не слишком толстый, не слишком тонкий, читабельный, и даже когда он мелкий, он хорошо читается. Вот здесь у нас более изящный шрифт, тем более он взят в два ряда, и плюс он ещё имеет тут воздух достаточный, поэтому он здесь не смотрится тяжёлым. Очень важно, мы с вами говорили о том, что когда мы работаем над графическим произведением, используем какие-то шрифты, мы должны чётко понимать, что шрифт – это не только информацию, которую мы читаем, но ещё и декоративное пятно. И это декоративное пятно должно быть достаточно читабельным, и он должен дополнять эту композицию, а не вылетать из неё и не быть самим по себе. Вот. Поэтому следите за тем, чтобы ваш шрифт был не слишком тонкий, не слишком толстый, чтобы он был гармонично уравновешенный по пятно, по тону, по толщине, по размеру, чтобы он был не маленьким, не большим, чтобы было достаточно пространства у него везде. И для этого у нас есть с вами разметка, которая помогает нам идти. Ещё раз повторяю по композиции вот этой страницы, поскольку делаю его без вас, с другой группой, но уже переделывать не буду. Вот. Просто расскажу вам, что и как. То есть мы за основу взяли, вот эта у нас линия уже есть, взяли за основу девочку с макияжем, вот, установили, то есть написали название, создай идеальный образ. И написали тут те, которые у нас в композиции в нашей были, самые трендовые цвета, тёплые, холодные оттенки для любого типа кожи. И почему уже заместили не так, как здесь? Потому что здесь круговая композиция. Здесь это нормально. По центру круга идёт блок, блок текстовый, и он стоит и повторяет блок, который у нас с этими good mood. Вот. А здесь у нас проходит линия через весь буклет, через весь буклет, и она задаёт композицию диагональную. Поэтому мы её поддерживаем, поддержим, взяли вот это всё, сюда наклонили по этой линии, перенесли, и у нас получилась динамическая композиция. И, конечно, поскольку она идёт по диагонали, то и шарики мы распределили не вертикально, а тоже по диагонали немножко. И получилось вот так интересно. То есть от глазика, от глазика, от теней пошло, 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 и композиция у нас закончилась. И здесь мы уже тут можем смотреть, что у нас будет. То есть нам нужен логотип. Сейчас мы посмотрим. Так, нам же надо найти, найти этот, компанию эту. Сейчас мы поищем. Нету, что ли, фирмы? Северная Амбарина. Да. Посмотрим, что нам выдаст поисковик по этой компании. Так. Не, компания. Какая-то такая, не слишком известная. Так, гудвуд, вот и всё. То, что мы видим. Никакого логотипа тут мы не найдём. Китай. Китай. Плохо, конечно, это дело. Ну вот. Гудвуд это, а не вуд. Гудвуд. Ну и ладно. Можно тогда вылоготип сделаем? Гудвуд. А здесь вот. Вот. Да, да. Не, вот тут есть логотипчик. Но его так плохо. Что не срисовать. Значит. Гудвуд. Реплика. Продолжение следует. Гудвуд. Тут Гудмут, а там Гудмут. Не поймешь, где правильно. Гудмут, скорее всего. А так я с ногами. А, так я с ногами. Ну и ладно, у нас же есть картинка. Сейчас мы из нее рисуем. Вот это Гудмут. Мы возьмем этот логотип. Сделаем из него. Там логотип всего скорее. Додо Гео. Макап Профессионал. Вот. Тут не найдем такой. Как Додо. Нет, оно есть там же. Сейчас, погодите, я вам покажу. Просто надо написать именно вот. Додо Гео, Макап Профессионал. Сейчас. Сейчас. Вот. Вот это. Оно то же самое есть на нашей коробке. Где-то там я видела такую коробку. Ну, там у нас вверх. Скиньте сюда надпись эту. Надпись скиньте какую-нибудь. Вот это нормально Додо Гео. Пойдет нам этот логотип. Хорошо. Сюда ссылочку скиньте в чат. И мы сейчас это быстро все сделаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Не получается. Отправила, посмотрите. Не знаю, пройдете, пройдете по ссылке. Скачается что-то. Нет, но не найдено. Напишите нам, как вы запрос давали. Скопируйте. Сейчас что-нибудь найду. Додо как там Гео или что там написано? Гео. Додо, пробел, гео. Тени. Поэтому запросу выходит много всего. Так. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот нашли. Нашли, 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 нашли. Вот картинка. Сейчас эту ситуацию исправлю. Сейчас эту ситуацию исправлю. Сейчас эту ситуацию исправлю. Нелковатая картинка. Сейчас эту ситуацию исправлю. Попробуем так считать. Ну и ладно, пусть так будет. Сейчас теперь напишем. Профессионал мейкап. Я думаю, мы какой-нибудь шрифт можете найдем. Готовый. Сейчас мы выберем. Так. Так. Здесь именно пишем. Так. 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 И будем смотреть. Так. 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 Близко, но не то. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 А чё-то только маленькие буквы-то. Сейчас посмотрим ещё. Что-то ещё странное. Ладно. Что-то не выглядит. Лифт вам скину. Просто открываете и нажимаете «Установить». Всё. Единственный момент. Владимир, можно так же на WhatsApp скинуть, пожалуйста. Спасибо. Так. Посмотрим. А переоткрыть. Завените. А ещё пока. Работает. Всё. 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 Вот он, этот шрифт. Так, есть. Немножко толстого, но в принципе почему бы нет. О, замечательно. А этот можно нарисовать. Немножко толстого. Нарисуем, нарисуем. Так. Немножко толстого. 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 Контур переведем в кривые. Теперь эти два объединить надо. Обработка контуров объединить. Посмотреть, что тут с точками, все ли хорошо. Здесь не очень хорошо, можно удалить одну точку. Так. Здесь можно удалить одну точку, не нужную. Так. Здесь все разобрались. Теперь тут. удалить. Удалить одну точку. Здесь, наоборот, добавить. Дальше. 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 Теперь можно выделить и сальто перенести сюда. Додоу готова и осталась girl. Продолжение следует... 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 Вон там оттравочная маска. Ещё, ещё, ещё. Создать. Создать. О, отлично. Всё, спасибо. Создать. 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 Владимир, можно ли показать? Да, конечно. Ну вот, уже интересно. Вот это супер, мне нравится уже. А там уже можно и текст добавлять, да. Сейчас очень хорошо. Единственное, я бы вот этот веер поддержал бы чуть-чуть, может быть, побледнее, вот на этих двух беленьких, да. Ну вот эту волну голубую, пусть побледнее чуть-чуть, ну как бы продолжить ее сюда. Вот, может быть, может быть и нет. Вот, но сейчас очень хорошая композиция, хорошая получилась история. И теперь сюда вот текст будет к месту. Можно туда уже текст добавлять. Сам буклетик зажил. Девочка хорошая, волна хорошая, косметики там вдоль. Все люкс. Можно дальше работать. Звука нет. Что-то если спрашиваете, то я не слышу. Да, вот сейчас, да, я хотела спросить вот по поводу обложки. Первую страницу, красную эту штуку, я отсюда убрала, чтобы она глаз не резала. Вот, и получается, ну, последний вот этот форзац. Сюда я добавила логотипы. Вот что сюда еще можно добавить, чтобы не перегружать его? Здесь ничего особо не надо. Вот мы сейчас как раз подошли к этому. Здесь логотип есть. И здесь данные. Можно там один какой-то поставить картинку с этим кремом основным, который там есть. Вот, бледненько как-то. Вот, да, ну, да, что-нибудь придумать, как-то посмотреть. Может так, может не так. Вот, и здесь в основном идет информация конкретно, где это находится, что это такое. Вот, телефоны, сайты, адреса и, короче, все вот это вот штука. Вот, вот это все. А может быть и не надо их. Посмотрите, их потом можно добавить. Вы сейчас тут разберитесь, что вы будете писать, какую информацию. Может, стрих-коды какие-то, если есть. Ну, вот я кибер-код думала какой-нибудь. Кибер-код и какой-нибудь адрес, что-нибудь такой. Адрес, да. И вон туда плеснуть, и все, и будет хорошо. Там сильно не надо, потому что там вот та информация, которая идет текстовая, где находится адрес, телефон, адрес сайта, адрес там, название учреждения там, или это название косметики, соускинхейт вот это вот написать, или что это такое. И написать адрес магазина, если это магазин, адрес интернетовского магазина. Короче говоря, телефон, если есть. Ну, я поняла, информация контактная, так сказать. Да, здесь контакт, если есть адрес реальный, можно какую-то карту туда влепить. Будет неплохо. Ну, тоже в стиле надо сделать, в голубом стиле. То есть не просто так взять ее там с этого, а поработать с ней. Очень сильно. Понял? Понял? Что-то тут. Ну вот, с логотипом разобрали. Разобрались, это откуда взялось тут, и теперь можно его копировать. А мы ваш экран не видим. Сейчас увидите. Что-то у нас было, это убрали, осталась группа, сгруппировал я, чтобы можно было увеличить. Теперь это все копировать. Заходим сюда, редактирование вставить. Есть у нас направляющие, и по этим направляющим мы дурочка. Это все будем делать. Цвет. Так, копирует и текст, да? Не только копирует. Так, текст. Сейчас мы возьмем объект текст. Преобразовать текст в области. объект. Разобрать. Окей. Все разобрали. Теперь, надеюсь, он не будет копировать его. А вот дальше здесь можно вот этих вот зверушек всяких, пряники. Так. 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 Ну что ж такое. Теперь можем ответить вот. Взять. 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 Здесь можно этих пленков накидать. Непрозрачность им дам 50 процентов, чтобы они были и чтобы мешали. Это вот эти вот принятия, которые на коробке. И дальше нужно искать... Что они нам расскажут. Так-так-так-так-так. Вот это все мы должны написать. Копировать. Вставить. 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 Продолжение следует... 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 И работаем дальше. Значит, что еще? Я еще подумал, может быть, посмотреть, что у нас там с ценой. Дело как обстоит. Надо ли, не надо ли? Наверное, не будем сюда цен пихать. Ну вот, то есть мы с вами потихонечку, потихонечку и сделали достаточно приятный, мягкий, нежный такой буклетик, читаемый. То есть он и даже маленький читается. Организовано у нас пятна все. То есть композиционно ничего лишнего мы сюда не напихали. Ну вот, все вроде бы как в меру. И хорошо. И по композиции, и по цвету, и по динамике. Все, все то, что классика должно быть, у нас все здесь есть. И остался у нас, поскольку это у нас курсовая работа, да, у нас остался последний штрих. Нам надо посмотреть, как он будет выглядеть уже готовый в изделии, да. Для этого нам понадобится что? Нам понадобится макап. И нам можно будет... Так. И на WhatsApp можно тоже. И на WhatsApp. На WhatsApp шостре, я пробую, сейчас. Теперь будем разпаковать. И на WhatsApp шостре, я пробую, сейчас. Ну, в принципе, вот нормальный JPEG. Так, здесь посмотрим. То же самое, что ли? Две одинаковых. Удаляем. Зачем две одинаковых? Да. И можно их... Может быть, даже скомпоновать. Ну, посмотрим. Открываем это с помощью Stop Photoshop. Это мы с вами уже делать умеем. Так. Так. Разнотуем рынку побольше. Так. 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 Так, тут. Я, скорее всего, поменяю местами. Почему? Да, потому что это у нас 1, то есть странички такой у нас не будет, а здесь 2, 3, 4. Продолжение следует. 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 То есть вот у нас есть логотип, название, где купить, и это тоже где купить. Все. То есть должно быть четко ясное понимание, что это и где. Так. Сделали. Теперь мы идем. Нам нужно сделать, чтобы это было понятно. Для этого начнем, наверное, мы с этой. Выделить все. Копировать. Неледотирование. Вставить. Есть. Рамку можем удалить. Растерировать. 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 Чуть-чуть видать прозрачности надо, чтобы пока было видно. Так. Так, наверное, мы неправильно. Так, сделаем. И теперь... Так... Так. 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 Что-то подрежу. Есть. 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 Продолжение следует... 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 Вот так можно сделать макапы, чтобы было понимание, как бы критик будет выглядеть. Ну и в принципе все, и все, и на этом можно конечно работу завершить. Не нравится мне этот тун. Владимира, можно я вам покажу, что у меня получилось, только я делала конечно не вакапом, а по-другому. Можем по-другому. Тоже хорошо. Но это в фотошопе. Я просто каждую вырезала и потом каждую сюда вставляла и собирала вот так. Тоже неплохо можно, почему не. Тот же макап получился, только ну пусть будет, пусть. Просто в фотошопе, что мне не нравится, это то, что не пикселят теперь. А в иллюстраторе их можно вот так собирать? Ну можем там, лучше в фотошопе собирать, потому что… Если картинку сохранишь и вот так потом ее откроешь в иллюстраторе, она будет вот такая некрасивая. Нет, так надо картинку делать большую. Вы размер картинки делайте, допустим, 2 500 на 2 500. У вас сейчас сколько картинка? Тысячу на тысячу? Наверное. Ну посмотрите размер. Вообще 300. Ну это миллиметры, а в пикселях посмотрите. Это куда? Это сюда? Ну там же, там же. А, просто пиксели поставить? Да. Тысячу на тысячу. Ну вот, сделайте 2 500 на 2 500. У вас же вектор, а вектор можно его растягивать бесконечно, хоть на 5 тысяч пикселей. Сделайте 3, даже лучше 3 на 3 сделайте. Да не здесь, сейчас тоже пикселить будет. Сразу картинку сделать надо. Сразу дать ей размер. Да, размер 3000 на 3000 сделайте сразу. Холст. Ну, основу. А потом туда складывать. Да, векторную картинку тоже можете увеличить до 3000. То есть, вот здесь у нас сколько сейчас? Сейчас посмотрим. Размер. У нас же сейчас. Так. Так, я уже забыл где тут. А, вот размер у нас. 2 500. Ой, 5 700 на 5 700. Вот. Покажите, а где вы смотрите? Ну вот, вверху. Сейчас я включу экран. Угу. Вот у меня выделена картинка. У меня вся. Вот ее размер. Ширина 5700 на 5700. Мы же брали А4 формат и брали разрешение 300 DPI. Вот она нам 5700 пикселей на 5700 пикселей. Вот на 5700 и делайте. Ну, на 3 хотя бы, или на 3 хотя бы сделайте. 3 на 3. Сделайте холст. И все будет хорошо. А эту-то картинку мы можем растягивать хоть на километр. Она же у нас векторная. Единственное, у нас вот эти девочки не векторные. На Растрове. Ну, там надо посмотреть. Ну, я думаю, нормально будет. Картинки большие были. Поэтому все должно быть хорошо. Все, на этом закругляемся в ванну. Все это добить, доделать. Владимира, можно я спрошу у вас? Давайте покажу, спрашивайте. Сейчас. Я хотела по поводу своего буклету спросить. Вы можете сказать, что мне надо исправить? Или просто я не особо поняла, как мне можно сделать получше? Ну, я не знаю, мне вообще вот такие композиции не очень нравятся. Потому что, вот смотрите, вот у вас ХС в длину, СМЛ, ну, как бы ХС горизонтальная композиция, СМЛ вертикальная. И уже вот этот разброд, разнобой, он не дает возможности нормально все это воспринимать и читать. Вот. Здесь можно было просто прямо на самой картинке, ну, так же какими-то кружочками наставить их. И чтобы это было читабельно как-то сделать. Вот. Сами, ну, картинки, ну, квадратные. Ну, ладно, квадратные. Ну, фон белый и... Я не знаю, мне как-то пока непонятно ваша вот композиция, что вот не смотрится она. Непонятно. То есть, найди свое платье там, ладно, на обложке. Это мы еще можем за счет надписи понять. Ну, а здесь развернули и все. Что-то как-то... Ну, здесь еще платье. Нужна какая-то информация, надо какой-то, чтобы... Ну, не знаю, может быть, так и можно, но мне пока не нравится. Мне не нравится, как буквы вот эти вот стоят. Потому что вот вы представляете, вы сейчас завернете ее по вот этим, имеете букву, у вас прилепятся к самому сгибу. Мы же безопасную зону для чего сделали? Для того, чтобы в ней ничего не писать. В этой зоне. А вы взяли туда букву и наставили. Так, сами вот эти вот решения, то, что там цветные кружки и вот это все вроде бы неплохо. Вот. Там вот, где голова, маленький кружочек. Голова. Головой. Ну, чуть побольше можно сделать все равно его. Можно этот кружочек сделать чуть побольше. Вот там, допустим, неплохо, где бантик. Там понятно. Бантик увеличенный. И все. Вот. Я не знаю, как там композиционно мне пока не понятно. Я не могу никак вот смотрю на ваш буклет и не воспринимаю его цельной информацией. То есть вот нет такого, что посмотрел и все сразу понял, что это такое. Потом обложку посмотрел. Ага. Ну, вроде да. Чуть. Найди свое платье. Идеальное платье. А где его искать? Что за платье? Какого бренда это платье? В каком магазине искать? Где искать? Ну, то есть вообще ничего не понятно из этого буклета. Понимаете, о чем я говорю? То есть пока неопределенность полнейшая. То есть вроде платья есть, а что это за платье? Откуда эти платья? Чьи это платья? Или это бренд? Или это Gucci? Или это Dolce & Gabbana? Или это магазин какой-то? Интернет? Или там бутик какой-то? Или это шьет кто-то? Там Юдашкин? Или там Зайцев это шьет? Чье это все? Где это искать? Поэтому вот определитесь и сделайте информацию. Почему я говорю? Мы берем информацию полную. То есть мы же не случайно пошли. С чего мы начали? Мы путь весь прошли. Не случайно с чего начать? То есть найти нормальные решения. Те, которые нам помогают. Уже готовые, продажные. То есть мы пошли на Wildberries. Почему? Потому что там продают они. Там информацию они дают полную по своей продукции. И поэтому по мне все нашли сразу. В одном месте. И что это за товар. И где его взять. И сколько он стоит. И для кого этот товар. Вот. Ну короче вся информация. А у вас ничего нету. XSML это что? Это размер. Платье. Почему он сбоку там черный? Тоже непонятно. Ну цвета ладно там. Понятно. Подумайте еще. Посмотрите. Информацию соберите. Определитесь. Вот. И дайте полную информацию через визуализацию. Как мы это делали на уроке. И вы сделаете так. То есть эту информацию подайте понятно. Пусть эти фотки будут квадратными. Я не против. Можно и так. Но информация должна быть понятна. Что это за платье. Откуда оно. И почему я его должен покупать. И для кого я его должен покупать. Понятно да? Давайте. Определяйтесь с композицией. Композиция пока не очень хорошо все. Вот эти буквы точно надо убирать с боков черный. Я понимаю все. Если вы их хотите. То где-то и место надо найти. Хорошо. И мы четче определим какие-то платья. Откуда они взялись. И где мы их будем покупать. Вот. Эту информацию прям четко через визуал надо пронести. А то есть все. Хорошо. Все я сделаю. Может это бренд какой-то. Может это магазин какой-то. Так, домашняя работа у нас, мы работаем над куплетами, заканчиваем, я так думаю.